состоится все-таки. Не знаю, правда, в каком формате приедут, не приедут из-за ковида, но мы-то точно приедем во Владик. Черт его знает. И точно у нас будет марафон по второй Диабли, когда он выйдет с призовым фондом базовым в 5000 баксов. Поэтому готовимся. Ой, слушайте, на этой карте детализация гораздо лучше, мне земля нравится. Или они просто битрейта добавили, что не такое мыло пошло. А, наверное, в динамике оно все рассыпается. Еще минус рефоржда в том, что из-за большого количества полигонов и мелкого количества деталей эту хрень довольно сложно кодировать. Ну, стандартными кодеками видео сжимать. То есть ты все равно теряешь детализацию, если даешь ненормальный битрейт. И если старый Warcraft, если у тебя там каких-нибудь 6 мегабит, ты даешь на Full HD, даже на 60 впс, выглядит очень хорошо из-за того, что деталей нет и все такое гладенькое, хорошее, то здесь, возможно, мыло, которое мы видим в игре, особенно с туманом, с какими-то деталями, с дождем, из-за того, что не хватает просто на картинку на кодирование битрейта. То есть четкости сразу никакой нет, все замыливается и становится таким же... Ну, типа бездетальным, как и в классическом Warcraft, только просто еще другая графика. То есть она не четкая совсем. Возможно, в этом еще проблема. То есть на рефоржет надо давать битрейта побольше. Отличное название, нашел новые графики. Мыло, мыло и есть. Да, мыло. А марафон на бете будет или только после официального релиза? Только после официального релиза. Конечно же. А может, еще карты, кстати, не подстроены под рефоржет. Потому что, например, на этой карте цветовая гамма и вот трава неедкая, эти деревья мне значительно больше нравятся. Ну, не бесит картинка вот сейчас просто. Как это было, например, на Autumn... На Autumn Leaves, да, там было... Нет, на... На Tide Hunters. В игре пауза какая-то. Ну, в FZ, кстати, который справа, выглядит гораздо увереннее. То есть явно они играли в Warcraft, и в FZ находится просто значительно выше, чем щегол слева. I Love Sky, говорит, почему ты не любишь WoW, просто потому что ММО? Да нет, я не могу не любить то, что, ну, не пробовал. Конечно, я и наркотики-то забываем студенчество, вообще не пробовал. И, ну, как бы, логика не всегда работает такая. Но я просто туда не ходил в ММО, вообще не ходил. Потому что, когда вышел WoW, я уже играл в Warcraft. Вот и все. Поэтому... Я только отголоски слышу про WoW. По тем новостям, которые читаю. И все. В МРПГшках масса плюсов. То есть много моих знакомых, неглупых, хороших, много времени в WoW провели. Там и социализация есть, какая-никакая общение, организация, есть какие-то задачи ставить. То есть контент интересный, наверняка не просто так. Люди там проводят много времени. Аксель, я не понимаю, о чем это. А как такой большой поклонник ВК не играл WoW? Ну, потому что Warcraft был до WoW, какая разница. Ну, и тем более, он для меня не закончился с выходом WoW. Варик для меня продолжался. Долгое время, вот и все. Да, Мантич тоже WoW, его никак нельзя назвать каким-то там глупым, например. Или с плохим вкусом человеком. Так у меня два выше. Минимум. Возвращаемся к игре. Что-то какие-то про... Подлаги, видите, у них на трансляции. Как будто FPS просаживается. Как хантеры хорошо подблочили немножечко. Ну, Архмаг в целом не сильно пострадал от этого Ахараса. Он свою точку забрал. Сейчас просто пробует оторваться. И получить каким-то Макаром второй уровень. Просто для ауры, для пассивной регенерации. Для этого берет ополченцев, побежал. Как же Ленага? Да нет, все, все мимо. Когда Lineage был, у меня интернет нормального не было. Хотя нет. Я с Ultima путаю. Потому что самая первая культовая, можно сказать, ММОха, да, все-таки? Это Ultima Online. Ну, по крайней мере, популярная. Если я правильно помню историю ММОшка. Хотя я не изучал ее. Да, хороший блок. Футмена подрезает благодаря контролю. Ну, Архмак прилетает с футменами на базу. Отменяет третью Нору. И заставляет Орка вернуться. Еще магазин отменит. Радует меня количество вопросов про X-Chom. Значит, ждут пацаны. Да, будет X-Chom после варика. Надо, наверное, в заголовки добавить X-Chom после варика. Варике у нас еще три серии. И самые интересные причем. Ну, не это конкретно. А вот следующее и последнее. Помню, как Ultima качались, параллельно в CS играли. Да, время. Там мне тоже показалось в Special K, что БК был попозже, чем Ultima. Или Ultima. Какие же Headhunter классные. Редкие, но меткие. Бестмастер вторым героем. Сейчас с Медведем, что ли, пойдет? Да, с Медведем. Против Headhunter хорошие предложения, потому что у них... Ну, это позволяет подпушить неплохо. Мишка... Мишка с милишным уроном и довольно плотный. Сейчас загонит Headhunter. Нужно срочно рабочих в Бору прятать. Не знаю, как он собирается здесь отбиваться. Против футов с дефенсом. Неправильно оценивает ситуацию сейчас ворк. Капец неправильно. Уже минус второй Headhunter, минус Spirit Lodge. Сейчас второй Медведь еще вызовется. Вот. Сейчас в Бору уже начинается обстрел второй Медведь. Ну, даже в потере Беста в такой ситуации, не так страшно. Ты отменил два здания. Ты убил двух, еще третий, четвертый Headhunter под ударом. Вон, минус третий. Минус четвертый. Прекрасно. Окружается Фарсир еще второго уровня. У нее есть телепорт, он должен был его делать сразу же. Не ждать. И сразу в левый верхний угол правильно бежит, потому что я туда же перетелепортировался. Ой, минус ФС. Вот это маневр от Сока. Блин, как будто он просто по классу выше значительно унижает человека. Но страшное впечатление оставляет. Правильный Бест, правильный контроль, неадекватная реакция от Орка на вот эту вот уже опасную агрессию. У него на базе такой хаос. Нет Магаза, сбитый Бору, убитые четыре Headhunter. Долгое время рабочие не добывали. И убился главный герой еще. Ах. Ну, будет наука Орку. Что нельзя недооценить. Ну, надо было сразу, блин, рабочими прятаться и пытаться этого медведя отстреливать. От футменов-то ты можешь побегать? Потому что они медленные. А медведь-то он быстрый, у него еще урон Х2 от фута. Казанец спрашивает, почему мне не придет от XCOM, расскажи вкратце, где кайф. Там кайф в понимании проходящих процессов. То есть кайф в том, чтобы, ну, в первую очередь понять, что происходит, и после этого ты начинаешь погружаться в то, что происходит. Насколько XCOM не заходит никак. То есть тебе нужно все равно провести какое-то время в изучении происходящего. А потом вот во всем этом реалтайме и балансе, можно сказать, происходящего и сложности, ты уже плаваешь. Элементария ловит. Ториан пытается прокрепиться. Бестмастер не смотрится таким уж плохим героем даже в лейте против орка, потому что, ну, чтобы сделать большое количество шаманов, нужно время. Если будет контактная какая-то игра, шаманы будут всегда, ну, с ограниченным количеством маны. То есть сейчас со вторым, с третьим уровнем снова прийти, подпушить. С первыми кастерами. Скорее всего, так и будет. Пытается Беста поймать. На втором уровне он кабанов делает. Ториана пытается поймать. Это Уэс Кросс Пит, он его пока не использует, потому что думает, что уйдет и так. И уходит и так. Спасает только Гранта при помощи свитка. Да, а то Хейт Хойю прочитал сообщение твое. Как раз да, как раз в самом начале вообще непонятно, что происходит. Не, Серегил, мы в курсе этой проблемы уже. Уже решаем. Не портит человеку жизнь. Я вот тоже решил разобраться с понятик, в чем год жизни минус. Ты жалеешь об этом годе? Третий Бестмастер, третий Архмаг, не третий Таурен, Камень Жизни. Сейчас у Сока есть все для того, чтобы продавить Орка. Вот клянусь, не знаю чем, клянусь победным Траем, что вот сейчас он, скорее всего, пойдет после битвы, ну, если, конечно, текущую не зальет. А, ему свитка не хватает. Ладно, здесь можно еще отбиться Орку. Ну, я про то, что он пойдет сейчас в атаку просто на Орку, прямо с этой точки вниз. А, мана-то Орка заканчивается. Все, последний чайник. Надо было перепроверить Соку количество маны и понять, что ничего страшного не происходит. Он здесь спокойно разобраться должен. Ну, и здоровье матери Мутона. Да, неплохая клятва. Чисто по-экс-чемовски. Все, и после этого он идет пушь и убивает. Ну, у Орка нет. У него нет шаманов, нет маны. Он с амонами сделать ничего не может. У него хуже герои. Только два кодоя там убегают потихоньку, наверное, с желудками полными и все. Ну, и там еще нычка строится, кстати, у Сока. На лимите 50. Грамотная, хорошая. И он готов выйти в 80. Но даже без 80 у него преимущество колоссальное. У Орка нет бетона, поэтому кастер его продавит легко. Кодой очень битый. Переваривает один свинью, другой просто пытается выжить. Не обязательно бегать за ним. Бору магическим уроном разбивается очень быстро, как вы видите. Ну и выходить из лимита, конечно, надо. Касарь на руках. Ты на базе у противника, тебе незачем сидеть уже на лимите. Не знаю, Сок выпендривается, что ли. Ну, серьезно, сейчас ему надо просто выходить из лимита. Было. Иначе есть риск просто здесь не продавить. Или он уже смирился с тем, что не продавит, и это атака чисто выиграть время. Ну тогда неизбежно отступление его, типа, отсюда. Ну вот, чайник, вейв. Магазин у Орка есть, соответственно, мана какая-никакая есть. Да, и отступает Сок. Нет, это грамотно, конечно. То есть он давит ровно настолько, насколько... А, вот и вейв минус 2 сорочки. Тут же заказал 2 сорочки. Но продолжает сидеть на лимите 50. Ну, это сомнительное решение, потому что сейчас у него бы уже доходила вторая подкрепа, понимаете? И было бы у него сейчас уже там плюс 10 лимита. Если бы он вовремя вышел из лимита. Да, у него бы штраф по обкипу был, и денег на руках бы такого количества, естественно, не было. Но он бы с гораздо большей вероятностью сейчас допушивал врага просто. Ну, у него какой-то свой план он делает. Кассл вообще выходит в Т3. Бедный Орк просто за жизнь свою борется. Не понимает, почему его так медленно душат. Убивают ложкой. Вроде как должно быть больше человека, но 51 лимит. Вот он, папский лимит пошел. Очередной врыв. Магазина нет. Горг пишет ГГ. Асок выходит с 1700 голды на руках. Ну и куда ты эти деньги денешь, скажи мне? Вот где они у тебя? Непонятно. Предатор 2424 говорит, я тут новичок, в этом тут запрещено строить вышки, спрашивает. Вышки на профессиональном уровне встречаются, но довольно редко. Потому что, как правило, если человек много ресурсов тратит на оборону, то у него армии становится меньше. Если у тебя армии становится меньше, то ты, как правило, не можешь помешать, например, противнику построить экспанд. А противник строит, например, на те же самые деньги, которые ты потратил на вышки базу, и она ему начинает деньги приносить. А ты сидишь за вышками и не понимаешь, почему у тебя так, ну, ситуация не очень хорошая. Ну, либо ты теряешь инициативу, потому что эти армии меньше, и ты не можешь крепиться, когда, например, встречаешь врага, ты вынужден отступать, чтобы не сражаться в невыгодной ситуации. Вышки здесь встречаются, во-первых, если ты изначально играешь в второстепенную базу, вот как Хумана мы смотрели в прошлый раз, для того, чтобы от очевидных атак противника отбиваться. Потому что в такой ситуации не очень выгодно ставить догоняющую базу, потому что у Хумана ставится база быстрая, она окупается быстрее. Вот, и есть еще всегда риск, что твою строящуюся базу отменят, если ты в ответ будешь ставить свой эксп. То есть тут есть тонкости. Вот, ну еще вышки ставят, чаще, наверное, этот топ-2, когда ставят вышки, при какой-то агрессии, для того, чтобы свою атаку еще усилить. То есть пока ваши армии сражаются, вышки строятся. Так называемая застройка. Чувствую себя человеком, который записывает воды. Блин. Вот здесь очень эффективная стратегия, потому что противнику нужно в ограниченное время справиться с твоей армией, для того, чтобы было время еще отменить строящиеся вышки. Потому что, как правило, защитные сооружения, они все равно на свои деньги обладают очень высокой эффективностью. То есть если ты возьмешь там, грубо говоря, стоимость вышки, там, за 140, и стоимость футмена, там, за 130, да, или сколько там, 135, 130. Вышка его размотает, если, конечно, у него не будет дефенса определенного грейда. То есть за свои деньги это очень эффективная военная, так скажем, единица, боевая единица. И в правильном месте вышки построены, и, конечно, с ними лучше не сражаться. Навигатор это вы, да, подключайтесь, ребят. Стартуем. Слышь, СП пробел один. Очень легкая победа здесь у Сока. Очень победа от Сока. И колоссальное преимущество он получил благодаря вот этой самой первой атаке с бестмастером. Несмотря на потери этого беста, там количество бонусов, которые он принес со своими двумя медведями, было, ну, минус ФС, 4 хатхантера, рабочие, которые где-то, ну, полминуты это точно стреляли из бороусов, не добывали ресурсы. Ну, лучше, чтобы они минуту не добывали ресурсов, но быстрее отбились от атаки. Майкер, есть ли комбинация кнопок на окружение? Окружение делается через кнопку М, это Move. Ты берешь юнитов своих, желательно, чтобы они оказались на равной дистанции от цели, которую нужно окружить, и по всем разным сторонам, то есть, чтобы они уже, как бы, сдвигаясь внутрь к этой цели, ее брали в такое кольцо. Обычно ты сначала бежишь в сторону этой цели, как бы сквозь, тыкая тыкая курсором за юнита. А когда твои товарищи как бы оббегают цель с разных сторон, ты тянешься большим пальцем или указательным на букву М, мажешь по ней, естественно, с первого раза не попадаешь, пытаешься окружить, ничего не получается, но через пару тысяч раз ты будешь довольно стабильно окружать. БГД ПВЗ, ПВНЗ, привет, привет. Сетка? Сетки нет, точнее, сетка в Message of the Day есть. Следующая карта будет Last Refuge. Ну как вот вот этот вот щегол справа, Лингуагуа, может Сока вообще убить? Вы видели разницу между ними? По взгляду просто сразу понятно кто. И опять этот яд вытекает из мониторов зеленый. Держитесь, ребята, это рефоржит. Кстати, что там по ладеру интересного? Есть новости какие-то? Жалко, что нет человека, с которого спросить. Блин, как же удобно на ГГА. Всегда можно с кого-то спросить. Есть ответственность. А тут? Вот с кого за эту траву спросить? Есть у вас контакты какие-нибудь? BobbySobakaKotik.com? Куда писать? Лавскай говорит, думаешь, будет когда-нибудь в Варкрафт 4? Не дай бог. Контакты у кого спросить за траву, но есть пара контактов. Понятненько. У Валандоса, говорит, раньше дедушка в Близзарде работал. Чей? Хололайф, отличный реалистичный цвет травы. Серьезно? Ты такую траву видел где-то? Какая-то особая зеленая-зеленая трава. И у меня трава ассоциируется все-таки с... Точнее, это темно-зеленая, а не вот такой вот ядовито-зеленый. Даже в солнечную погоду она не должна так отсвечивать. С кого спросить, это то, что мне за два месяца не могут начислять очки за премиум на 12 месяцев? Мы сегодня на планерке это обсуждали. Все в порядке. Не кипишуй. Подчеркивание, темплар поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, я думаю, что всех, кто участвует в этом турике Сокол и Зи размотал бы... Конечно. Причем, скорее всего, даже один против всех. И все равно, на какой карте. Эрангель, Минамар, даже на новом Тайго, минус. Да, думаю, ты прав. Лично знал пиарщика из Blizzard, который вел весь пиар кампании на территории СНГ. Но там их было несколько. Ты, наверное, если говоришь о пиарщике, ты говоришь об Иване, если я правильно помню. Там было три человека. Марий, Иван и еще кто-то. Не помню. Ну и да, они ушли. Или их уволили, когда распускали офис в Версалевске. Да. Че, пока беготня, стратегии такие же. Я подозреваю, что на ЛР также попытается сок и, ну, почему бы и нет с Бестмастером продолжить вот эту вот тему опенинг. Интересно, подстроится ли лучше Ленгуагу после, ну, от такого Хараса получше, чтобы отбиться. Увидим. Отмена Магаза уже сейчас. Битый Хэтхантер. Предатор говорит, думаю, синий победит, у него одна вышка. Да. Магическая вышка здесь делается против Форсера, против Волкоп, потому что они Самон, и Магическая вышка наносит по ним бонус и выжигает еще ману. Тем более, Магическая вышка стоит копейки. И... Ну... За свои деньги это очень выгодный выбор. О, Хэтхантер недоконтроливает Ленгуагу. Очень небрежно сыгралась в этом моменте. Застроил еще там своего Хэтхантера на базе. Кстати, фанаты Героя в 3 воссоздали в точности компанию Варкрафт. Как идея прохождения вместо Парагона? Парагон хорош тем, что его с душой делал долгое время талантливый человек. Не говорю, что товарищи неталантливые, но сама идея перепроходить компанию Варкрафт, если она уже есть, хорошая в оригинале. Хотя ее уже успели испортить, блин. Даже перед выходом рефоржа багов добавили туда. Ой. Минус 2 фута, и форсир получает второй уровень. Два пасха иллюзии. Ой, Димка скучно же. Димка скучно же. Такой у тебя никнейм, конечно, вырви язычный. Приветствую, Михаил, еще в 2000-х учился играть по Warcraft 3 по твоим видео. Надеюсь, научился. Спасибо, что смотрел. Warcraft это наше все, конечно. И сразу тебе подписочку от Аспиранта. Добро пожаловать на ГГ. Да, и Бесмайстер вторым героем, но на этот раз, кстати, со свиньями. Возможно, из-за того, что хэдхантеры полегли, не против кого делать, выпускать медведя, от свиньи дают больше ДПСа на свою ману. Футмайны с дефенсом врезаются в Spirit Lodge. Все рабочие на этот раз по норам разбрелись. По крайней мере, в этот раз форсир пережил атаку. Дешевле говорит, Белики это какая-то новая каста подсильников. Это на Вареге. Человек, который зарегался не позднее 24 часов. Ну, то есть, не прошло еще 24 часа с момента регистрации. Это новый пользователь. Хорошая фишка для того, чтобы понимать, что пришел новичок. Чтобы его можно было прощеглить, выделить ему подписку, поприветствовать в нашем элитном, блин, закрытом обществе. Минус Бестмастер. Это была ошибка от Сока, конечно, дикая, что он зашел слишком далеко. И Архмага окружают. И не факт, что он добьет. Ой, Сок тут ошибся. Во-первых, он мог спасти Беста, если бы не пожадничал и тыкнул телепорт раньше. Во-вторых, он мог не заходить Бестом и не попадать в окружение. Ксюджон говорит, не понял, премиум раздают тем, кто помнит М19 Майкера? Нет. Кто такой? С чего ты решил, Ксюджон? Смарт говорит, Михаил, я полезную инфу, тебе расскажу про освобождение региона, как будет Икс Ком. Давай. Тем более, я не успел Вики почитать. Фил, нифига себе. Это же Фил. Блин, это же Фил. Стоп, подожди, это тот самый Фил. Тот самый Фил. Фил, привет. Ну, 13к, знак, старичок. Один из наших старых. Ой, кажется, ты писал, да, еще? Писал, в редакции был. Ой, здравствуй, Фил. Если тот Фил, может, не тот Фил, может, он подписался. Нет, он онлайн на сайте, Фил. Дата реги, 2009 год. Ладер слишком сложный. В ладере ты потеешь. Вот. Лучше Фуфашечка. Кто еще из 2009? Он, ПСП. Канадский шпион. БСП стримил вчера. Мне уведомление, правда, пришло. Я с этими XCOM'ами даже трансляции не смотрю никакие. Книжки не читают. Он просто бросил две книги. Одну на ловкость, одну на инту. Выстраивает на лимите 50 нычку. Усоко, в целом, такой же лимит, как у Игу, как и у Гуагуи. Но, опять же, ситуация лучше значительно у Орка, чем в прошлой игре. Не знаю, хватит ли ему. Сейчас третьего получит, правда, Таурена. И будет нормально. Форсир пока выигрывает время. Он реально сейчас очень много времени выигрывает, пока за ним бегают. Волки харасит рабочих, но это провокация. По сути, Орку сейчас нужно собираться силами с третьим Тауреном. У него скролл в забист, который надо скидывать, скорее всего, потому что там присты с диспалом явно. И лучше свиток лечения купить какой-нибудь с инволом, чем задиспелиться в два прихода. Не скидывает свиток, серьезно. Ну там же две арканки, там же диспал должен быть. Ладно, посмотрим, как он скролл за биста заюзает. Вейв хороший. Не успели разбежаться, никто не успел разбежаться. Диспал пошел первый. А присты, ты без мана. Нет, есть еще. Вот, сейчас без мана. Нет, еще одна мана есть, кажется, пристах. Скролл за бист. Да, нормально, нормально. И минус бистмастер, и врыб хороший. И скролл за бист не задиспелить, потому что присты всю ману свою потратили. Бистмастер выкупается, его тут же очищают. Он пытается уйти. Есть чайник мана. Как же они кричат, а, ё-моё. Прист умирает. Сорочка кричит. Ну, соку надо как-то держаться. Лимит у них орка больше плюс 10. При помощи ополченцев теоретически можно отбиться, но скролл за бист зарешал все-таки. С магической вышки, конечно, можно отбиться, но бистмастер очень-очень-очень битый, очень битый, и вырывается сам вперед. Ну, что ж ты лезешь-то, а? Ну, да, тут сок, конечно, не прав в плане контроля. Он не прав, во-первых, был в том, что пошел в центр сразу после постановки экспанда и начал сражаться в ситуации, когда ему не нужно было сражаться. Он, видимо, рассчитывал на крипджек какой-то или на что-то, ну, на какую-то халявку. В крайнем случае, у него была возможность влево попробовать красную точку выманить или зеленую точку себя рядышком подкрепить, ну, если хотелось какого-то движения. Но смысл в том, что он только-только потратил деньги на экспант, только-только потратил. И тут же пошел сражаться. Минус шаман на магической вышке. 44 на 28, тут орг должен продавить экспант. Квик говорит, я 2009 и не понтуюсь. Ну, Айдишник 14к, помню, часто бодались с майкером в 2 на 2, он с флэшем в паре был. И кто кого? Ну, слушай, если я с флэшем в паре был, то у вас вообще не было никаких шансов. Китом 2 на 2, что ты нам рассказываешь? Признавайся честно. Отлетали, да? Все минус экспант у Сока. Он, конечно, сдаваться не будет, он пытается прокрепиться, наверстать упущенное, восстановить героя. Пару игр забирали у вас, но ты умалчиваешь просто общее количество игр. Ну, а так отлетали. Все, успокоил старика. Я уже думал, что все, сейчас квик врывается такой и говорит, а я вашего майкера с флэшем в 2 на 2. Вертел, просто пффф. А он тут сидит, варкрафт комментирует с умным видом. Я уже думал, все, пошатнется сейчас авторитет. И так-то набираем его годами. Тут квик врывается. Спасибо за правду. Успокоил. Не, не тот флэш, не который сущим макротера. Который орки флэш. Пятый Тауриен. А что с ним делать, я не знаю. И пятый ФС. Кстати, там, наверное, чайник будет на третьем. Он пока не взял, но мне кажется, что под вейв нужно третий чайник брать. Как бы вообще логично. Да, третий чайник взял. Вообще, молодец. Ой, нам так больно будет с орочком и пристам. Там даже и врываться армии не надо. Про касты тебе уже хреново. Нечка у орка. 46 на 41. Но проблема как раз в том, что да, что герои 5-5 против 4-3. Такая проблема. Третий бестмастер. Вообще не страшно. О, сеточка, окружение. И сейчас чайник вейв направо. Давай. Пурч, чайник, вейв, чайник. Свиток лечения спасает жизни сорочек пристов. Врываются. Еще сейчас вейв будет. Смотрите, наверх куда-нибудь. Раз. И такой полируем, полируем чайником. Чайником. Оп, там наверху сразу минус 3. Красиво. Сейчас еще прилетит вейв. Наверх куда-нибудь просто на 12 часов. Бах. О, это классика. Это классика. Вейв, чайник. Все-таки, смотрите, щегол-то взял карту Сока. Казалось бы, мелкий. Казалось бы, кое-как кровать заправил только. Но вот он уже на сцене улыбается и смотрит на тебя с вопрощающим взглядом. Непонятно. Так, следующий матч будет, два следующих матча будут классные. счастливо children Музыка